Девушки отдыхают Сизый март 1943-го и бурелом, что издергал уже за минувшие сутки. Сколько прошли, они сами не скажут, но из этих курских лесов до ближайшей партизанской стоянки еще день-полтора хода. Это была преступная связь. Вчерашняя школьница партизанка Маша Васильева и ее Отто Адам, фриц, офицер. И ведь как-то встретились посреди вражды, войны и оккупации. Ее называли мучка немецкая овчарка. Представьте такое вот оскорбительное даже выражение. Вот, конечно же, люди негативно, так скажем, к этому относились. Если бы они не ушли, их бы арестовали. А ему, как офицеру немецкому, ему уже казнь была самая страшнейшая, была казнь для него. Они же все проходили через НКВД. Все проходили чистку, кто был на оккупированной территории. За два первых года Великой Отечественной войны под Третьим Рейхом была треть населения СССР. 70 миллионов человек. Большей частью дети, старики и, конечно, женщины. Бесправные, униженные и одинокие. С каждым днем войны мужчин оставалось все меньше и меньше. Мужчин должны были заменить женщины. Конечно же, это было серьезнейшее испытание для них. Остаться наедине с врагом тогда. Остаться с врагом и наблюдать, как трагедия превращается в фарс, а ежедневный подвиг в предательство. Так тоже бывает, когда душу разъедает страх. Методично, безжалостно. Вдовы, солдатки, матери, совсем молодые девчонки. В оккупации все оказались равны. И прежде всего, перед страхом любви. В оккупации все оказались равны. Что ни говори, у немцев во всем порядок. Сводки, рапорты один к одному пронумерованы. И вон чистота какая. И жалования тоже исправно платят до копейки. До начала рабочего дня в еще сонной комендатуре ей часто казалось, что нет никакой войны. А линия фронта, маневры и оккупация – средневековая выдумка. Чепуха из школьной истории. Но к девяти появлялся первый адъютант, следом другой. Начинали варить кофе и куда-то звонить. Торопить с отчетом и требовать от машинистки очередной перевод. Без помарок, в двух экземплярах. В немецкую комендатуру города Рыльска десятиклассница Маша Васильева устроилась накануне 1942 года. Через два месяца после захвата Курской области врагом. От Курска сюда автомобилем полтора часа пути. Через поля по берегу полноводного сейма. Рыльск – один из старейших городов страны в летописи еще с 12 века. При Иване Грозном здесь был важный форпост. Потом укрывался царевич Лжедмитрий. В разные годы на этих землях хозяйничали татары, литовцы. С 5 октября 1941 и до августа 1943 немецкий контингент. Женщины с детьми оказались беззащитны, бесправны. То есть, по сути, в полной власти все тех же оккупантов, которые, разумеется, творили бесчинство и насилие. А этот снабженец все ходит и ходит. Каждый день. И сначала сюда в контору, а только потом коменданту в кабинет. Приятные, конечно, не буду врать. Место при такой комендатуре считается перспективным. Во-первых, жалование, во-вторых, довольствие. Из-за старания что-то может перепасть. Бывало, с военного склада домой несли окорок или консервы, иногда даже шелковые сорочки или парфюм. Но и потом, одиноким девушкам без мужского внимания, в принципе, тяжело. Естественно, она не бедствовала по сравнению с теми, кто рядом с соседями. Вот это, да, это помогало выжить. И, конечно, это вызывало и зависть, и такое вот неприятельское отношение к ней. Недостойно вели себя многие, сожительствуя с оккупантами, распивая с ними спиртное, даже работая в публичных домах, которые в Курске были открыты в период оккупации. Таких хватало. К таким население относилось, конечно же, с презрением. И в период оккупации, и после оккупации. 18 августа 1942 года был издан специальный циркуляр НКВД. А в организации оперативно-чекистской работы на освобожденных территориях. Арест и расстрел ждал старост, полицаев, перебежчиков и женщин, спутавшихся с врагом. Карали по доносу или беременных. По данным немецкой контрразведки, в одном только Харькове были расстреляны 4000 человек. Столько же на востоке Украины, в районе Константиновки, Славянска, Крематорска. Точных данных по другим регионам Союза нет. Европа поддержала инициативу СССР и придумала термин «горизонтальный коллаборационизм». За сексуальные связи с фашистами Франция осудила 20 тысяч сограждан. Норвегия – 14 тысяч. И повсюду стихийные митинги самосуд. Женщин прямо на улицах брили и рисовали свастику краской на лице. Женщины, родившие в условиях оккупации, вынуждены были переселяться в совершенно другие населенные пункты, в другие районы. Не можем мы осуждать, не можем мы оценивать то, как вели себя наши земляки, наши соотечественники в условиях оккупации. Как закончится их оккупация, Маруся Васильева даже не думает. Ее все больше занимает конкретно этот немец. Высокий, по-детски застенчивый. От комендатуры до дома он ведет ее самым окольным путем. День изо дня, и в дождь, и в стужу, и будто не решается начать какой-то важный, непростой разговор. Так кажется, во всяком случае. Многие рассчитывали, причем вполне серьезно, что они станут жить в Германии, как будто бы у этих немецких солдат или офицеров не было своих семей. В общем-то, составят конкуренцию еще какую немецким фрау там. 25 марта 1943-го. Вторые сутки пути. Без еды, без воды, без четкого плана местности. Ориентируясь по солнцу, они продвигаются от Курска в Брянск, к стоянке знаменитого партизанского отряда имени Щерца. Одну перестрелку с фашистами они уже пережили, и в табельном парабеллуме теперь предательски мало будет. Какое же все-таки хорошее у этого Отто лицо. И глаза какие родные. Даром, что немец. Говорит, что на родине был скорняком. Значит, еще и работящий, дельный. Она почти привыкла к этим прогулкам ежедневно после службы в комендатуре. За вскладом офицер Отто Адам был вежлив, галантен, так подкупающе тих. Встречи они, конечно, скрывали, но односельчане шептались, злословили. Мало того, что Васильева трудится на врага, она уже полгода его обслуживает. А ведь какая девка была, красавица, умница, образцовая пионерка. Мусеньки Маши Васильевой, ее одноклассницы в 37-м году писали вот такие пожелания, и те песенки, которые они любили, пели. Мусенька, лантыш белый, сорвала я, слезы капали на грудь, вздохнула и сказала, Муся, Муся, меня не забудь. Это вечно человек в вечном настроении, вечно, какое-то веселое, вечно что-то придумает. Вот, когда приезжала в село к тете, к моей матери, вот если по село идут, вся, вот глаза на нее пялют, она красивой оказалась. Она такая была легкая, такая интересная, веселая девушка. Наверное, нельзя было, может быть, не влюбиться в Машу. В музее поселка Глушково про школьницу Васильеву отдельный стенд. Краткая биография, фото, и немец Адам снова рядом. До Рыльска отсюда всего 30 километров, до родного Марусиного села Званное не больше 10. Кто бы поверил тогда, в 40-х, что Муся станет легендой этих мест. Люди, конечно, не знали всю подоплеку, не знали, что на самом деле происходит. Каждому соседу, местному жителю, который тебя с детства знает, не объяснишь, почему ты пошла туда работать. Именно этот вопрос не давал офицеру Отто Покоя с первого дня их знакомства. В Рыльске он уже насмотрелся на русских девиц, развязных и бойких, а комендантская машинистка была совершенно другой. Робко и трепетно, с умом подбирая слова, но все-таки он сознался. Немецкий офицер, ариец, верный сын вермахта, оказался ярым антифашистом. От неожиданной радости Маруся не может с собой совладать. И пусть увидят, и пусть начнут проклинать. У нее теперь появился союзник, да еще какой. И вот уже Отто с трудом переводит дыхание. Признание – шок. В комендатуре она под прикрытием, работает на партизан. Передает им разведданные, стратегические планы, карты германских погранзастав. Училась она очень хорошо и особенно знала немецкий язык. И вот именно знание языка и было причиной, чтобы ее подпольщикам послать работать в немецкую комендатуру переводчицей. В партизаны уходили целыми семьями. Когда муж воюет в партизанском отряде, конечно, и жена стремилась находиться где-то рядом. Очень много девчонок молодых стали разведчицами партизанских отрядов. И, к сожалению, судьба многих из них казалась печальной. Один миллион человек и шесть тысяч боевых соединений. Официальная статистика партизан и подпольщиков в годы оккупации СССР. Число женщин в этих отрядах не установлено. История, ну или советская пропаганда, сохранила только некоторые имена. Зина Портнова отравила больше сотни фашистских офицеров и солдат. На обеде в немецкой столовой. Была расстреляна. Зоя Космодемьянская минировала дороги и поджигала дома, где квартировались оккупанты. Казнена через повешение. Лиза Чайкина создала собственный диверсионный отряд. Погибла через месяц после захвата Твери. Шура Цитович из белорусского города Жлобин была у партизан связной. К моменту оккупации уже мать двоих детей она ходила по деревням, разносила листовки и призывала всю округу активно бороться с врагом. Каждой девчонке придумалась легенда, куда она идет, из какого села в какое, с какой целью. Ходить приходилось за сто с лишним километров, пешочком. Вот так вот, дальняя разведка. Причем, если это было летнее время, то ходили преимущественно босиком. Оба все же жалели. Вот представьте, каково это было. Руководство Центрального штаба партизанского движения ставило такие задачи. Увеличить количество диверсий, практически ежедневно выпускать диверсионные группы на важнейшей железнодорожной магистрали, не пропускать к линии фронта ни одного вражеского эшелона. Конечно, я не подрывала эшелона в ночь и могла, что было в моих силах и возможности помогала и знанию фашистской нечисти с нашей священной русской земли. В руках у Елены Садовской дневник той самой партизанки Цитович, ее родной бабушки. Уникальный документ – семейная реликвия. Поспешный немного детский почерк и отстраненность протокольных фраз. Сухо и сдержанно о голоде, концлагерях и соседях, принявших фашистскую власть. Писать об этом иначе было просто невозможно. Друзей во время войны нет. Даже самые проверенные проверяются, как говорится, в таких жерновах. Через огород у них жил сосед, и он ушел служить в полицию. Ну, видно, вот, или зависть его душила, я не знаю. Ну, вот он все время следил за ней, куда она ходит, что она приносит, где она бывает. Да, все проверяли, за связь с партизанами. Сосед – полицай. Вот, жил его там, через забор. Поэтому, как бы, она рисковала вдвойне. Он за ней следил очень хорошо. Такая живая история в трещинках и морщинах. Александру Феодосиевну Цитович тут помнят и чтут. Она ведь спасла не один десяток жлобинских девчонок и потенциальных фронтовых невест. Прибегали девочки. «Тетя Шура, спасайте у нас облава». Ну, а бабушка в сарае, она выкопала яму и накрыла досками. Сверху накидала всякого мусора, и девочки прятались в эту яму. Ну, вот облава пройдет, девочки отсидятся и потом домой приходят. В отношении молодых женщин примеров насилия, физического насилия, и, конечно же, огромное количество, сколько было изнасиловано, сколько было растерзано, да, то есть любой от неповиновения со стороны девушки, женщины, он заканчивался печально для ней. Беларусь, юго-восток страны. Город Жлобин, что между Гомелем и Бобруйском. Он был захвачен через две недели после начала войны. Местное население пыталось эвакуироваться ближе к границе, за Днепр. Бабушка тоже хотела уехать. Просила соседей, как раз у них была машина, просила, возьмите меня хоть с детьми, без вещей, без ничего. Вот, соседи сказали у нас вещи. Биография ее бабушки, партизанки Шуры Цитович, так характерна для той поры. Фронтовой, бесприютной. И события точно по трафарету, одни и те же, почти у каждой оккупированной семьи. Первый муж Александры в 41-м ушел на передовую. Инженер по образованию он строил и чинил военные аэродромы. А через полгода пропал. Потом сарафанная почта донесла. Говорит, видели, говорит, твоего Цитовича в Риге. Сарафанная почта работает быстро. Вы не думайте, ребята, что это долго идет. Это идет очень быстро. В Риге у него уже была другая семья и даже ребенок. Со вторым мужем, Павлом Филипенко, бабушка познакомилась в партизанском отряде. Рядовая история. Ей 23, ему 20, оба молодые, горячие и такие отчаянные. Товарищ Филипенко погиб смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками около деревни Боровики 23 ноября 43-го года. Бабушка, ты что-то рассказывала о том дне? Ну что, шок, боль утраты. И, ну естественно, как любая женщина думает, как ей выжить в послевоенное время с тремя детьми. От первого брака у Александры Феодосиевны осталось две дочери, от второго сын. В память об отце его тоже назвали Павлом. В это сложно сегодня поверить, но мать-одиночка выкормила и вырастила своих детей. Среди голода и разрухи, сама. Замуж она больше не вышла, оставшись верна той невосполнимой фронтовой утрате. Бывает же такое, как в книжках, увидела и пропала, и в голове шунит, и думать больше ни о чем не можешь. Ой, надо заниматься делом, она ведь не ждет. Рыльск, 1943 год. Уже вторую зиму десятиклассница Маша Васильева встречает тут, в немецкой комендатуре, в должности переводчицы и машинистки. Начальство к ней благоволит и хвалит. И никто не успевает замечать, что каждое распоряжение, каждый значительный документ она печатает в трех, а то и четырех экземплярах. Уже через день все эти копии попадают в ближайший партизанский отряд. Тем более сейчас у нее здесь союзник и дорогой сердцу друг, тоже антифашист, уроженец Лейпцига, офицер Отто Адам. Она 18-летняя девчонка с голубыми глазами. И ради такой девчонки можно было пересмотреть свои убеждения, взгляды, в том числе на происхождение войны и вообще на исход этой войны. В 70-м году в Лейпцигской газете вышла статья «Жизнь за свободу». Именно из этой статьи было понятно, как Отто Адам еще в 39-40-м году относился к фашизму, как он это не принимал своей ни душой, ни умом. Фотографию Маши он возил с собой в Германию. Это, наверное, тоже о чем-то говорит. Когда Отто осенью 42-го года побывал в отпуске дома, он говорил о том, что иначе стал относиться к России. На родине в Лейпциге он оставил кожевенную мастерскую и молодую жену с новорожденной дочкой. Это было непростое решение, тяжелый нравственный выбор. Но и его оправдала война. К тому моменту Отто уже исполнилось 30. С 39-го года бывший Скорняк служил в СС. Геноцид евреев и цыган, концлагеря в Польше, потом оккупация. Он видел многое, и хрупкой жизни, и ее мимолетные радости успел осознать. Очень сильно сомневался он в правильности того дела. Которым заняты его соотечественники. И вообще отношение к войне у него уже в тот период было резко негативным. Он не понимал, зачем Гитлер это все делает. И когда он встретил Машу, и у них сошлись в этом противоборство с фашизмом, они на этой почве и сошлись. Остербайтеры – рабочие с Востока. Так в Германии называли жителей оккупированных земель. В январе 1942-го Гитлер распорядился вывести 15 миллионов трудовых мигрантов с территории СССР. Украина, Беларусь, Ленинградская область, Смоленская – облавы происходили еженедельно. Рейху нужны были крепкие руки на фабрике, заводе, сельхозугодии. За три года фашистам удалось переправить в Германию 5 миллионов 269 тысяч 513 человек. Только половина из них дожила до победы. Прятаться потенциальным астербайтерам помогали партизаны. Десятки, сотни тысяч советских граждан отсиживались в лесных лагерях. Это ужасный образ жизни. Ну, представляете, ну, зима, холодно, снег. Не уютно, не поесть, не укрыться. Это страшная жизнь. Я вот побыл там месяц лишним. Это не дай бог не только даже слышать. Но шансов выжить даже в таких условиях было куда больше, чем в благополучном немецком плену. Значит, могли попасть на заводы, но часто рассказывали о том, что попадали к хозяевам. Ну, очень трудно, говорили. Работать всегда, конечно, тяжелый труд был труден. Ну, зарабатывали себе на миску, там, похлебки, на кусок хлеба зарабатывали. Ну, где же этот чертов список? Куда его запрятали? Вот так. Это новая опись оружия, боеприпасов. Карту частей под Смоленском я тоже видела. Ах, вот, наконец. Список на очередную отправку в Германию Маша Васильева еще не успела прочитать. Его составили только под вечер и на перепечатку. В лучшем случае отдадут ей завтра, к утру. А насчет увидеть каждый час. Надо скорее всех предупредить. Ой, мамочки, почти сотни человек. Ой. Мамочка. Она не сразу обратила внимание на фамилию Васильева. Сколько их таких? Но вот инициалы. Е.Н. Пометка «Село званное». Сомнений быть не может. Это ее мама, Елизавета Николаевна Васильева. За два года в комендатуре она уже выучила его шаги. Вот только что комендант забыл здесь в этом часу. Главное без паники и уверенно отвечать на любые вопросы. Не отрываясь от работы, Маруся винила свою нерасторопность. Оправдывалась, объясняла, мол, не успевает со всеми бумагами. Не хватает сноровки, приходится сидеть допоздна. Мысли, как литеры печатной машинки, скакали у нее в голове. Если предупредит мать о завтрашней облаве, то сразу станет ясно. В комендатуре крыса, если промолчит, не сможет себя простить. Нужно было что-то решать и как можно скорее. Елизавета Николаевна Васильева сон потеряла еще в начале войны, как только ее муся устроилась в комендатуру к фрицам. И вроде все понятно, про патриотизм, про службы на благо Родины, но материнское сердце болело. С помощью Отто дочь добывала у немцев гранаты, передавала партизанам данные о поставке военной техники, предупреждала односельчан о налете гестапо, ежедневно рискуя жизнью. И только однажды действительно оказалась в тупике. Что выбрать? Спасти от облавы собственную мать и выдать себя или продолжать свое подпольное дело? Ее диверсию раскроют уже к вечеру. Отговориться, пустить начальству пыль в глаза не получится. Либо придется ответить коменданту взаимностью, а значит, предать Отто. Никогда. Качество мужественности, оно не должно быть свойственно девушке. Девушка должна оставаться женственной. Но вот в такие роковые имена защитницы нашей Родины принимали единственное верное и возможное для себя решение. Поэтому, конечно же, ими можно только восхищаться. Это действительно так. С биографией Маши Васильевой и партизанским движением Курска профессор Владимир Коровин полжизни. Даже открыл в местной школе маленький, но богатый на артефакты музей. Его родную Курскую область сильно изранили в годы войны. И только Рыльск, как ни странно, остался почти невредим. Покровский собор, Успенский, Вознесенская церковь – все точно, как при партизанке Васильевой в 40-х, без изменений. Сохранилась и уникальная застройка 19-го и даже 18-го века. Здесь еще грустно шутят. К камням фашист относился по-человечески, не то что к людям. Их же руководство учило тому, что русский – это не человек. И относиться к населению оккупированных районов, как к полноценным европейцам, да, или тем более представителям арийской расы, конечно, было нельзя. Через месяц после начала Великой Отечественной войны в Берлине было создано новое министерство оккупированных восточных территорий. Возглавил его Альфред Розенберг, как идеолог национал-социализма. Подчинялись ему комиссариаты – украинский со столицей в Гродно и Осланд со столицей в Риге. Основная территория СССР, в том числе Курская область и Рыльск, должны были войти в комиссариат Московия. Но этим планам Гитлера было не суждено осуществиться. На местах, в городах и селах работали коменданты, старосты, отряды полицаев. Свой надсмотрщик и доносчик был чуть ли не в каждом дворе. Немцы как бы копировали колхозы, но только в таком уменьшенном виде. И нужно было отдавать немцам, что-то вырастили, и часть надо было отдавать. Хлеба же не было никакой. Хлеба где-то с времен советских рожь была, где-то колосковно собираешься, натрешь весной. Это крапива выручала, подплесник был в лесу, там разные такие растения лесные, а там в селах такое изобилие. Это вот в смысле питания. Счастье мое, я так понимаю, что и нас от детей было в том, что мы не понимали, что мы умираем. В доме Людмилы Николаевны Цыгановой любые посиделки превращаются в шумное застолье. И стол ломится, пусть и от самой простой еды. У блокадников так принято. В оккупации Ленинградская область была дольше всех регионов СССР. С осени 41-го и до лета 44-го года. Сам Ленинград 872 дня оставался отрезан от большой земли. Я уже не ходила. Лежала поперек кровати. Я думаю, почему мне ноги так не поднять? Они так растолстела я, что ли. Приподнимутся, нет, палочки тоненькие. Почему мне ноги не поднять? Спрашиваю, мама, скоро ужинать? А что ужинать? Ничего нет ужинать. Ни завтракать, ни обедать, ни ужинать. Меня пересаживают к печке. У нас печка была. Тепло у печки. Я начинаю дремать. Меня опять на кровать порожат. И так это несколько раз. Ей не было и пяти, но сентябрь 1941-го она помнит. В деталях, по дням. 8-го числа началась блокада. 12-го уже заговорили о нехватке продуктов. 15-го снизили нормы по карточкам. К ноябрю служащие, иждивенцы и малолетние дети стали получать по 125 граммов хлеба в сутки. Потом настало совсем плохое время. Мама уже перестала ходить. От голода она уже не могла ходить. Она ползала на попе. И меня взяли в детский дом, в детский сад. Там хоть что-то давали. Давали котлетку какую нет. Не помню уж какие-то. Мы не ели сразу. А на ночь оставляли, чтобы пососать нам хоть ночью. Я однажды убежала из детского сада. Прибежала. Мама стирает белье. Вот солдатское белье она стирала. Она меня схватила. Я думала, она мне скальпирует волосенки. Она так кричала. Так она меня била. Зачем я прибежала? Потому что были случаи людоедства. Особенно детей. Об этих шокирующих и нелицеприятных страницах военной истории официальная власть старалась молчать. Десятилетиями. В первую блокадную зиму в Ленинграде пропали все домашние животные. Следом крысы и голубы. Трупы стали привычной деталью заиндивелого городского пейзажа. И многие были препарированы с отрезанными мягкими частями. Продавали на базаре тоже, это по рассказам. Студень. Ну, кто не мог, кто понимал, откуда студень. Вот такие были страшные вещи. Люди боялись людей во время этой войны. Боялись. Бабушка у нас еще была, я сейчас помню. И когда она умерла, ее положили на веранду. Вот этого нельзя было делать, вскрывать, что человек умер. А почему мама скрыла? Потому что карточки ее остались еще там на месяц. По этим карточкам она могла хоть еще хлеб получать. Те самые 125 граммов. И даже не хлеба, а липкой черной массы с добавлением целлюлозы и опилок. На морозе такие буханки приходилось рубить топором. Так они застывали. Как можно было продержаться на столь скудном питании, теперь уже невозможно понять. Тихотворение маленькое, можно прочитать? Конечно. Той зимой, ледяной и грубой, коченея пути за водой, наши женщины красили губы, оставаясь сами собой. Той зимой, ледяной и грубой, коченея пути за водой. Хозяйке этого стола скоро исполнится 80. Репетиции родного хора блокадница Людмила Цыганова начала пропускать недавно. Голос уже подводит. Но дома поет с удовольствием. Впервые она вышла на сцену еще девчонкой в самодеятельности, как только устроилась на знаменитую кондитерскую фабрику имени Крупской. Это была мечта после блокады попасть на пищевое производство. Закрывались парадные. Допустим, закрылась одна парадная, через другую парадную там ходили. Черные лестницы называли. И вот на этот многоэтажный дом заполняли эти лестницы трупами. И лежали трупы эти один на один. Очищали улицы. Не успевали убрать эти трупы. У нас Анна Ивановна Курочкина и Михаил Никитич Курочкины тоже умирали. Там на втором этаже тоже умирали. Так у нас советский офицер приходил к этой тетяне. Для того и на глазах у мужа за буханку хлеба она с этим нашим советским офицером спасала своего мужа, ребенка. Вот кому рассказать. У нее все так гладко было. Всякие были люди. В ее архиве кадры только мирной жизни. Десятилетка, фабрика, прогулки с подругами. Все остальное слишком опасная рана. До сих пор. Я не день победы помню. Я помню, как отменили карточки. И я так радовалась. Мамочка, ты представляешь, мы теперь с тобой хлеба будем сколько угодно покупать. Ты представляешь, нам карточки никакие не нужны. Мы будем сколько угодно. Мы булку с собой никогда не будем покупать. Вот такие вот мои воспоминания. Людмила Николаевна уже дважды вдова. Первый муж вырос в оккупированном Пскове. Второй тоже ребенок голодного Ленинграда. Перед смертью ее Борис Петрович оставил рукопись. Роман о блокаде. Конечно, хочется расшифровать ее и напечатать, но даже сами эти листы. И сейчас продолжают греть ее руки. Она тоже устала. Уже второй день пути. Но то, что ее Отто рядом, поддерживает, заставляет идти. Это был Машин клан. Сбежать из комендатуры, добраться до партизанского отряда, там отсидеться и продолжать борьбу с фашистской гидрой. И главное, больше им не придется скрываться и ждать. Когда они уже ушли из комендатуры, то через некоторое время появились портреты от Адама и Маши Васильевой в селах и в городе Рыльске, прям на видных людных местах, на рынке, например, расклеены портреты, что это преступники. Даже для самообороны не стрелять. Это приказ коменданта Рыльска. Предателей он будет допрашивать лично, а если понадобится, то и пытать. Немецкое командование не понимало, как эта машинистка смогла окрутить офицера, как заставила презирать идеалы Германии, врать. Они не догадывались, что опасность близко, а в табельном парабеллуме лишь две предательские пули. Все, что осталось от предыдущей схватки с немецким патрулем. Так, реку мы уже не пройдем. Назад тоже нельзя, за Косогор тоже. Будет засада. Мамочки, как же страшно, жутко как страшно. Но все лучше без ТАПа. Давай! Их тела найдут только через месяц. Бойцы того самого партизанского отряда имени Щерса, куда Маша с Отто просто не успели добежать. Зная гестаповцев, как они могли пытать, как они могли мучить людей, я думаю, что Отто Адам действительно просто не пожелал, чтобы его любимую женщину вот так вот истязали немцы. Что характерно, что 25 марта родилась в 25-м году, и 25 марта в 43-м году погибла. Ровно исполнилось ей день рождения, она погибла на день рождения. Ей исполнилось 18 лет, и она погибла в этом году. Золотого кольцо на руке у нее было. Кто-то кольцо не мог снять, палец отрезал вместо с кольцом. Дальше косые у нее были. Она богатейшие косые были. Две косые такие там, вот. Косые уже отпарились. Мать взяла их в руки, они отвалились. Вот все, что она смогла, значит, это вот, значит, это увидеть раночку на виске, вот, и вот отпаривши косые и отрезанный палец. Вот все. В 1956 году Елизавета Николаевна Васильева получит из Лейпцига письмо. Его переведут с немецкого в местном райкоме. Мать офицера СС Отто Адама будет молить о прощении и проклинать такую бессмысленную и беспощадную фашистскую власть. Мама Маруси в ответ пригласит ее в гости, чтобы та знала, с какими почестями вместе с советскими партизанами был похоронен ее самоотверженный сын. Жизнь остается жизнью. И, наверное, именно плечо и близкого человека именно в такие вот минуты оно необходимо. Все это могло закончиться, наверное, как-то иначе, но закончилось так, вот как это произошло. До последнего мгновения жизни они были рядом. Горечь от утраты, конечно, есть. И большая. Потому что это люди, это жизни людей. И они остались невостребованы, нерастрачены, так скажем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok